здравствуйте туристы и милитаристы миру мир нет войне довольно интересная контора появилась на ламни это бастард снайс испанский производитель ценник у них такой но скажем так повыше чем средний испанский ценник но опять же ребята заявляют себя довольно так резко круто что уж тут взять оформление коробочки там все дела вот в общем испанский дизайн будем посмотреть может быть когда-нибудь даже получится может быть и протестировать эти один из этих ножей посмотрим итак sirius bastard's knives номер модели sirius 35 особо не стали запариваться дизайн josh knives длина 205 миллиметров длина клинка 90 миллиметров ширина клинка 30 миллиметров из которых 19 приходится на спуске толщина по обуху 4 и 2 то есть здесь конечно же при спусках 2 сантиметра возникает вопрос собственно говоря какова направленность какова идея ножа но об этом сейчас поговорим так финиш клинка пескоструй сталь слейпнер рукоять миккарта причем миккарта она такая прям как будто ее не просто вот она не полированная она не полированная а такая знаете очень мягкая текстура невероятно приятная на ощупь прям прям действительно зачеркну сейчас подождите немножко освещение добавлю хотя я ненавижу добавлять теплое освещение но так на работ получше вот и такая прям короче кайфовыми карта здесь прям понравилось очень сильно потому что когда полируют ее в зеркало она становится немножко такая на ощупь пластмассово здесь она чувствуется но при этом вот прямо такая няшка няшная так с проставочками все все дела монтаж фултанк вес 156 грамм видите у нас тут уже надписи пошли по спинке ножный кайдекс на лавне этот нож стоит 308 евро значит по поводу посадки ножа в кайдекс мне очень нравится то что вообще минимум кайдекса на рукояти вообще минимум минимум это значит что это значит что при каком-то кипише при любой вот экстренной ситуации если вам нужно действительно быстро извлечь нож из ножен вам не нужно какие-то вот лишние движения перебирать там как-то что-то вот это вот вокруг танцы с бубном устраивать нет раз раз хоп и именно рабочий хват уже то есть здесь получается при вот такой посадке в ножны у нас нет вот этого вот движения то есть мы идем берем или в диагональ или в молоток у нас нет вот это вот перебрасывание перехватывание то есть если поудобнее посадить для того чтобы посадить в руку для того чтобы строгать можно поближе к клиночку вот так сделать но именно какое-то резкое движение она осуществляется сразу огромный плюс ребятам из испании за то что они в принципе я вот сейчас вам не демонстрирую как нож сидит он сидит очень плотно но при этом извлечение наверное это одно из самых мягких извлечений из ножен которые у меня вообще были из кайдекса когда-либо вот за время тестов то есть нет какого-то щелчка нет какого-то рывка и прочее но здесь я не понимаю почему все так не делают это же очень просто есть вот такой фиксатор с помощью которого вы можете поджать ножны посильнее то есть каждый под себя выбирает именно ту степень креп скажем так ту степень крепости зажатия кайдексом ножа для того чтобы или была какая-то супер сверх защита от выпадания или наоборот чтобы было такое мягкое извлечение это огромный плюс дальше ножны с отверстием для тем не снизу не для темляка для того чтобы клиночек дышал это тоже плюс и тэк-лок тэк-лок на таких ножах я категорически считаю избыточным потому что но потому что нафига он нужен здесь на самом деле блин ну сам по себе нож легкий аккуратные тоненькие кайдексные ножны небольшой такой универсальный полу городской полу хайкинговый фиксит и вот такая вот арматура от артура приблямблена вот здесь с этой стороны поэтому совершенно спокойно опять же тэк-лок всегда в хозяйстве в хозяйстве сгодится для каких-то других там целей для каких-то других там задач но при этом вы можете просто снять и поставить на ульте клип почему бы и нет или какую стропу напиздрячить или носить на тэк-локе почему бы и нет опять же это как бы ваше желание ваше решение напоминаю что здесь есть вариация такая что нужно можно выставить в горизонт что в принципе тоже здорово потому что нож небольшой если у вас большое чрево если вы вообще габаритный мужчина то запросто можно куда-то на себе это все хозяйство спрятать на снаряжение без проблем то есть в этом плане все очень классно продумано единственное что я бы в базе ставил не так лока ульти клип потому что размеры ножа они как бы об этом кричат дальше смотрим конечно же мы логотип логотип радует такой хулиганский пацанский такой прямо вот на трицалове всего нож очень удобный молоточный хват здесь просто вот я понимаю что совершенно спокойно не боясь этих 90 миллиметров хватит на то чтобы там любой любого диаметра деревяшки строгать и совершенно это успешно делать диагональный такой же ганский но мне очень нравится здесь отверточный хват отверточный хвату прям просто сразу хочешь и сразу вот но единственное что для отверточного хвата вам все таки придется поменять именно хват то есть перебросить нож потому что в диагональ и в молоток он встает сразу резким извлечением отверточный хват здесь нужно все-таки немножко поиграться как говорится поменяться но она того стоит обратный а почему бы и нет если хочется весь какой-то он вот начиная от ощущения помикарте он какой-то мягкий плавный правильно скругленная спинка вот именно это не полупистолет но и не прямая это вот ровно так чтобы найти оптимальный баланс между строганием и между уколом то есть вам и этот процесс удобен и этот процесс удобен вообще не напрягает вот это вот аккуратная подпальцевая выемка которая прям вот она на два пальца на один палец как придется насечка просто зверь абсолютно четко останавливает палец то есть здесь прям вот хорошо все по-хорошему все замечательно дальше небольшой даже я вот как наблюдаю по обуху или это оптический эффект от фальшака или это все таки чуть-чуть немножко трейлинг поинт но в любом случае здесь еще одна фишка этого ножа заключается в том что идет сразу же подъем режущей кромки таким образом что когда вы начинаете нарезать практически вся режущая кромка у вас в работе с длиной клинка в 90 миллиметров это очень гуд потому что вы практически ничего не теряете в резе у вас тут но я не могу сказать я не буду сейчас говорить что у вас тут кухонек 2140 я честно удивлен неужели всего 40 ножей в серии вот не знаю не узнавал не знаю врать не буду дулечка все дела красотулечка развитие опять же нужно что-то вскрыть и руки сами собой нашли четко вот позицию четкая именно посадку рукояти в ладонь хоп-хоп раз-раз и пошла плясать губернии очень симпатичный компактный универсал я бы так его назвал единственное что ребят я вот скажу что вот мне для того чтобы было совсем счастье снять бы с толщины где-то ну миллиметр запросто можно было бы снять на рабочих функциях я уверен это никак бы нет не отразилось но при этом рез был бы вкуснее или запилить на него вогнутые спуски то есть или так или так но в любом случае ножик вышел симпатичный и невероятно уютный несмотря на всякие здесь разные оскорбительные жесты на логотипе вот такой больше именно вот прям по руке руке прям приятно все спасибо за просмотр всего доброго пока а